До последнего не верил, просто не мог поверить, что Путин начнет войну. Слушайте, нет никаких других формулировок. Давайте не будем себя обманывать. Именно Путин, именно войну. Объяснение про ответ на провокации, про защиту русскоязычного населения, борьбу с НАТО, это просто сотрясение с воздухом. Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. Мы сегодня переживаем одну из самых позорных страниц российской истории. Мое поколение выросло на фильмах о войне, о великой оборонительной войне. В 41-м году мы защищали свою страну от агрессора. Сегодня власть развязывает агрессивную войну, прикрываясь именем нашей страны, как будто вот 22 июня 41-го года опять. Но только теперь мы по другую линию фронта, как в песне. Ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. То, что делает Путин, это преступление. Это статья 353-я Уголовного кодекса Российской Федерации. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. До 20 лет лишения свободы. И наказание точно будет. По всем критериям, и российским, и международным, это преступление против человечества. Тут нет срока давности. Милошевича Гага ждала долго, но дождалась. Дождется и тех, кто начал эту войну. Недаром Путин устроил это представление с Советом Безопасности. Он по старой мафиозной привычке замазал в преступлении всех, чтобы не соскочили. Ну и депутатов тоже. Важно понимать следующее. Путин, конечно, пытается расширить базу отвечающих за вторжение. Но война развязана Путиным и его шайкой, а не Россией. Как я уже говорил, это авантюра, это предательство российских интересов.